Добрый день, мы находимся в бассейне Харькова и сегодня у нас есть такая возможность взять интервью у нового избранного президента Федерации Харьковской области Игоря Николаевича Якушева. Игорь Николаевич, скажите пожалуйста, вы буквально неделя или чуть меньше, с 4 марта вы находитесь в должности президента Федерации Харьковской области, скажите пожалуйста, ваше видение о развитии водного пола в Харькове? Ну, видение. Видение, наверное, как и у всех, кто рядом с этим видом спорта, это популяризация. Первая популяризация этого вида спорта. Вид спорта замечательный. Мальчики, девочки занимаются этим видом спорта. В принципе, сейчас достаточное количество детей приходит. Есть замечательные тренеры. В Харькове, я не побоюсь этого слова, наверное, скажу школа водного пола. Есть школа. Во всяком случае, люди, которые понимают и смотрят на детей, они понимают из какой-то, то есть это харьковские, то есть есть своя какая-то фишка у тренеров. Тренера, еще раз повторюсь, великолепные. Ну, вот нужно как-то стараться всеобщими усилиями, несмотря на то, что происходит в стране, несмотря на то, что у нас война, действительно, то есть это страшные вещи, но жизнь не прекращается, дети не должны быть на улице, дети не должны заниматься бог знает чем. Вот спорт, любой спорт, тем не менее, командный тоже водное поло должен, ну, я не знаю, популяризироваться, то есть рассматриваться. Посмотрите, вот в Харькове, кто мог подумать, что будет возрождено синхронное плавание, когда распал СССР. Такой человек, как Саидова Силана Борисовна, смогла это сделать? Причем база в Харькове, олимпийская команда в Харькове, тренера в Харькове, и о этих девчонках знает уже весь мир. Мы, к сожалению, на Олимпиаде четвертые, пока четвертые, но за короткое время, смотрите, что она сделала. Значит, это можно сделать? Это женщина. Поэтому, ну, надо вот, вот к этому надо идти, есть куда смотреть, вот к этому нужно идти, нужно поднимать водное поло, потому что, в принципе, школа-то была хорошая. Вот хотелось бы это все как-то пробовать в жизнь внедрить со слов в дело. Ну, наверное, здесь будет намного легче это внедрять, потому что Харьков все-таки действительно с большой традицией. И водное поло здесь было всегда, и замечательная, знаменитая команда «Локомотив Харьков», которая играла в высшей лиге чемпионата СССР. А это уже, ну, попасть в высшую лигу, это было, это сложно, это очень сложно было. И нужно действительно иметь было и уровень, и школу. Причем Харьков играл своими игроками. Своими. Вот что мне тоже саму больше всего нравится, и хватает еще, хватает ли воды, потому что я, насколько знаю, команда тренируется поздно вечером, после работы. И рано утром, и в 7 утра есть тренировки, и после работы ребята тренируются, воды, конечно, не хватает. Безусловно, воды не хватает. Проблема – это бассейн. Бассейнов глубоких. Для детей, если еще вот администрация помогать будет, то есть вот нам обещали, есть такой Константин Михайлович Курошел, который курирует весь спорт в Харькове. Вот он нам сейчас обещает, есть бассейн «Звезда», с которым, скорее всего, можно будет заключить договор с их помощью, и дети туда пойдут тренироваться. Но там мелковато, то есть для старших, хотя бы, может, разгрузим в старшем время детей, переведем туда, то есть что-то комбинируем, но, конечно, не хватает. В Харькове стоит отличный недостроенный бассейн на территории спортивного училища, где директор попол. Вот надо как-то пробовать достучаться, чтобы его реанимировать и запустить. Это именно ватерпольный бассейн. Ну, если могу, как профессионал сказать, если это, конечно, даже вот этот маленький проект удастся, достроить уже то, что уже начатое, ну, могу сказать, что это гигантский будет прогресс. Конечно. Ну, тут уже работа новоизбранного президента федерации, который должен именно уже стучаться в кабинетах. Будем стучаться, ломиться, будем пробовать, будем, 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 будем. Потому что, тем более, опять-таки, вы правильно сказали, Харьков с великолепными традициями, с великолепными. Посмотрите, у нас практически по всем возрастам чемпионы Украины. Дети ездят, мы были в Белоруссии, дети 2003-2004 года выиграли турнир. Вот из Кишинева сейчас они приехали, стали вторыми. То есть, в принципе, и молодежь на подходе. И по поводу спортсмена. Вот у того же Колточихина, Сергея Валентиновича, у него принцип, у нас же нет игроков извне. Он растит их здесь. То есть, вся команда, это команда Харькова. Здесь нет кого-то откуда там, у него принцип, он не берет. То есть, мы растим. Вот сейчас у него есть две проблемки. Он озвучивает, у нас нет вратаря на подходе, у нас там нет центрального нападающего на подходе. Я не вижу, это нашего, вот он сам говорит, это наше упущение. Мы пока не вырастили. Но никого из него не прилетает. Поэтому вот здесь, вот, конечно, нужно всеобщими усилиями стараться ему помогать. Потому что очень мало команд, которые пользуются только своими игроками. Да, это на сегодняшний день команда, которая хочет стать чемпионами, могу смело сказать, это единственная. Потому что сейчас Харьков борется со Львовом, с Динамосом за чемпионское звание. Ну, насколько я знаю, Львов пошел совсем другим путем. Он начал не так ставку на молодежь, как ставку на легионеров. Это, конечно, не знаю, это не нам судить, а просто статистику. И поэтому здесь с Холтачиком тоже много раз говорили, с игроками, с другими людьми, которые при команде говорят, а может, уже укрепимся. Нет, вот это правильная ставка на свою команду. Я думаю, это очень правильное решение. И вот, так как здесь очень, правильно сказали, очень много детей, очень популярный вид спорта в Харькове. Но вот то, что я заметил, вот особенно правильно сказали, там из Молдавии приехали, с Минска, с Беларуси приехали. В последнее время очень много, я вот просто веду сайт и вижу, очень много харьковских команд выезжают именно за границу. А может, будут ли вот это количество турниров, хотя бы там праздник весны, праздник осени, день города, 3-4 турнира, чтобы оно проводилось в Харькове? Реально ли это? Реально. Я думаю, реально. Мы сейчас планируем это делать. Вот с Сергеем Валентиновичем, он сейчас согласовывает сроки. Ну, а я буду пытаться согласовать с нашим руководством возможности проведения Кубка города. Львов проводит Куба города, приезжает 4-5 хороших команд, и это проводится. Вот мы планируем с этого начать. То есть это будет как визитная карточка. Плюс команды, которые приезжают, всегда ответно, вы знаете, приглашают команду играть. Это опыт, это то, что не приобретешь. Допустим, даже в чемпионате Украины, в принципе, уже все немножко друг друга знают, как-то притерлись. А это совсем другие игры, совсем другие команды. Поэтому хотелось бы с этого начать. То есть с Кубка города, Куба города нужен обязательно. Это мы сейчас вот ставим первой задачей, то есть пробить Куба города. А дальше будем по молодежи, по деткам смотреть, тоже делать какие-то турниры обязательно. Потому что очень важно, например, даже по финансам, насколько я знаю, это все родители оплачивают. И если команда по одной даже возрастной категории выезжает 2-3 раза в Белоруссию, а не хотя бы один раз, а два раза в Харьков. Ну, конечно, это и экономически выгодно, и популяризация. И в то же время приезжает команда, и тот же бассейн или какие-то гостиницы тоже зарабатывают у нас. Конечно, конечно. Все остается здесь. Во всяком случае, мы не везем куда-то, но все остается здесь. Поэтому здесь это правильное решение. А главное еще тоже, что вот хотелось, то, что вы сейчас сказали, вот будете такой же делать Кубок, как во Львове, Кубок Львова. И мне что нравится, потому что, особенно в наше время, вот это политическое, где под боком буквально идет война, по-другому ее никак не назовешь. И нам нужны вот такие турниры. Вот Испания в свое время, когда еще в 50-х, 60-х была на грани распада, там у них гражданская реальная война была, правительство сделало ставку на командные виды спорта. Это объединяет. Это же объединяет людей. Ничто не объединяет, по-моему, как командные виды спорта. Конечно, абсолютно верно. А наш вид спорта, это хоть и мало команд, потому что государство, я считаю, не дает, не развивает, не строит, не ремонтирует бассейны. Но мы уникальны, что есть водное поло на западной Украине, это Ужгород-Львов, на востоке Харьков-Мариуполь, в центре Днепропетровск, Одесса, женское водное поло в Краматорске. Но, посмотрите, по всем уголкам, юг, запад, восток, у нас все есть водное поло. И поэтому, мне кажется, именно если развивать эти командные турниры, вот эти дела, не только чемпионат. Чемпионат – это уже подведение итога. Это абсолютно верно. Это уже подведение итога. А вот эти турниры, конечно, если вы начнете с Кубка Харькова, который тоже самое может и будет в онлайн-трансляции, там детские турниры, ну, наверное, у вас впереди очень большое… Это нужно. Это нужно. К этому нужно идти. К этому нужно идти. И вы абсолютно правильно говорите. Даже в это тяжелое время это просто необходимо. Во-первых, у людей отдушина. Когда приходят родители, приходят сверстники, приходят… Это отдушина у людей. Люди отвлекаются, люди видят что-то хорошее. Плюс, это действительно… Люди более становятся сплоченные. Мы вот, детки, приехали из Молдавии. Ну, слушайте, Украина играла. Молдавия болела за Украину. То есть, опять-таки, наша страна, видно, что у нас не все так плохо. И мы открытые, нормальные люди. То есть, с нами можно общаться. С нами нужно общаться. И западная Украина, и восточная Украина. Когда проезжаем, то есть, не надо делить. У нас вот это еще вот неправильное разделение, которое было, бог знает, когда нас пытались. Мы делим западную Украину, восточную Украину. Вот, заметьте, сейчас вот Колточихин, сборная Украины. Там западная Украина. И Харьков. То есть, самые достойные. Нет такого, как было. Вот едет одна команда. То есть, набрали своих. Нет. Абсолютно. Вот Сергей Валентинович, он подбирает, он смотрит, он выбирает. То есть, это команда. Да, общаясь с ним, я тоже вот в такой же приватном разговоре могу сказать, нет у него взгляда. Вот он тренер сборной, что он сейчас будет там. А нет, я вот покажу, что я тут Харьков. Своих нет. Вот я знаю его, ему нужен результат. И он хочет результат максимальный. И максимально он ищет игроков, как со Львова, так как с Мариуполя, как с Одессы, как с Харькова. Естественно. Это правильный подход. Это правильный подход. И я могу сказать, что водное поло, в принципе, это, наверное, как сейчас и все виды спорта, держится на энтузиазме. На энтузиазме тренеров в первую очередь. Потому что мы говорим, там, вот о спортсменах не хватает. Ну, рабочий день начинается с 7. Вот у них первые тренировки бывают в 7 утра. А заканчивается там ближе к 11. То есть, этим надо жить. Этим, в принципе, надо жить. Если дети ходят и утром, рано утром, и поздно вечером, ну, наверное, этот вид спорта обязан жить, быть. Конечно, должны быть результаты. Если дети, то есть, в принципе, тренируются так, то будут результаты. И у нас есть самое главное – тренер. Тренер, тренер, тренер. Тренерский состав, я еще повторюсь, великолепный тренерский состав. Вот в Харькове две школы. Два спортивных училища, в которых есть водное поло. Здесь даже между собой идет приличная борьба. Здесь между собой. Тут нет стопроцентной уверенности, выиграет эта команда или выиграет. Это вот мы здесь вот смотрели. То есть, здесь идет борьба, упорная борьба между собой. Да, вот мы сейчас как раз вот полчаса назад закончились второй день первого тура. Вчера было интереснее. Вчера, да. Но факт то, что даже первый раз за всю историю формат чемпионата Украины по юношам пошел в другом русле. Обычно он идет там две группы по шесть команд и банально отбрасывается и три структуры. В этом году столько команд заявилось, что уже министерство, федерация сделала четыре группы по четыре команды. И как бы так сделали, что в Харькове, в Харьковске, в Мариуполе, сейчас правда там получилось, что и Львов приехал, но больше свои команды местные. И уже идет три дня соревнования, одна команда отлетает, остальные дальше. Это уже говорит о том, что уже завелось 16 команд. Еще 17-й Киев, там из-за проблем бумажных не приехал. Но факт то, что уже под возрастом 16 команд. 16 команд, думайте, 16 команд. Да. Это не, ну в принципе, это уже результат. Да, это большой результат. Это уровень, да, это уже уровень. И вот здесь вот группа, по-моему, группа А в Харькове, тут только тут вот сейчас четыре команды. Четыре команды. Харьковск. Это уже говорит о том, что реально твит спорта интересен, родителям нравится, нравится детям. Ну а, естественно, на вас висит теперь такой большой груз, это расширить, если, конечно, получится достроить бассейн, но это... Хотя вообще, да, вот государство, город должен помогать. Город, ну как-то... Вы знать, нет. Здесь я с вами немножко не соглашусь. Здесь просто нужно этим заниматься. Ну, вы понимаете, руководство города тоже не может знать обо всем. Если вы туда приходите, просите, советуетесь, объясняете, показываете, добиваетесь, то есть есть результаты тогда, то есть и к вам будет какое-то отношение. А если оно идет самотеком, где-то что-то, как-то, и так выживают. Они же, в принципе, и без финансирования выживали, без какого-то, и показывали результаты. Поэтому давайте им дадим, начнем помогать и посмотрим, что будет. Да, да. Я думаю, у нас будет поддержка, потому что, вот я же еще раз повторюсь, вот у нас есть человек, который занимается именно по молодежи и спорту, Курошов Константин Михайлович. Ну, всяческое, полное содействие, полное. Он, вот, будет воскресенье у нас закончиться, будет чемпионат города по 2003-й и моложе. Будет обязательно... По водному полу. Да, по водному полу в пионере. Он будет присутствовать обязательно на финале, будет вручать награды, будет смотреть, будет вникать. Ну, этот толчок большой. Будем его заражать этим видом спорта. Да. Стараться, да. Можно сказать, такая приятная инфекция. Этим видом спорта нельзя не заразиться. Нельзя, да. Ну, если уже сказать про популярность, так уже просто у нас такие, как бы, больше разговоров сейчас получился, такое понимание. То взять маленькую Венгрию или ту же Италию, потому что там мы... Черногория, Хорватия, Сербия, но они же... Ну, вы меня даже опережаете, на одном языке мы говорим. И город помогает. Там многие вещи тоже очень... Я с ними разговариваю, там много знакомых. Мне как-то раньше со многими играл, за границей встречался, по сборной. Очень много у них проблем. Конечно, это не самые успевающиеся страны, да. Не самые, потому что это тот же вид спорта, как театр, он нуждается постоянно в дотации, в финансировании. Он не приносит той прибыли, но он делает нацию здоровую. И это правительство в любой... Особенно возьмите Венгрию, Черногорию, Хорватию, Сербию. Да все вы возьмите, даже Польшу, где команды никогда в жизни не было и не будет, скорее всего, в ближайших там еще лет 10-15, пока новогенерация. Там призер, в призерах чемпионата Европы. Но бассейны строятся, водные полы развиваются. В каждом тоже углу Польши, на востоке, на западе есть команды. Я уже не говорю про Германию, про Италию. Если просто Италия, это около 700 официально, официально под флагом федерации, свыше 700 команд. Это говорит о многом. Поэтому вы сориентировались, вы все знаете, даже уже не хуже, чем я. Это очень приятно. Поэтому я думаю, у вас предстоит большая кропотливая работа. Но главное, что вы сказали, что есть команда, единомышленники, есть люди, которые хотят помогать, есть тренеры. Это самое главное. Есть традиция, есть школа. И такой последний вопрос, еще даже два. Один такой, то, что министерство, как стало ясно, недавно водный полок, министр спорта Жданов, там, своей командой перевел со второй категории в третью. Но ввел во вторую категорию такие виды спорта, как софтбол, там, бейсбол, которые непопулярны, которые... Как вы на это отреагируете? Ну, честно, крайне отрицательно. Ну, популяризация видов спорта не наших, но у нас есть традиции. Слушайте, давайте мы можем что-то развивать, но не ущемляя то, что было добыто десятилетиями. Это нельзя ущемлять. То есть такие виды спорта точно так же хотели и с борьбой поступить, точно так же хотели поступить и с боксом. То есть со многими видами спорта пытались поступить таким образом. Это неприемлемо, но этого быть не должно. Тем более возьмите водное поло. Ну, послушайте, какие традиции. Легенда, легенда человек, легенда тот же Баркалов, наша земля. О нем знает весь мир. То есть фантастический человек. Ну, давайте переведем в третью категорию, в четвертую, в пятую, вычеркнем и приведем. Ну, я, честно, это выше моего понимания. Я не понимаю, как можно. Тем более, главное, я понимаю, человек бы не имел отношения к спорту никогда. Он же сам великолепный спортсмен и должен же понимать, что в принципе. Ну, просто удивляет решение чиновников в нашем министерстве. Наверное, они думают, что один стрелок или один биатлонист или один гимнаст на батуте или слуга возьмут 4-5-6 медалей и закроют все проблемы. Мы же говорим не о зачете. Нам же нужен не зачет. Опять, с другой стороны, кто к чему стремится. Если мы стремимся к зачету, вот, образно говоря, как мы коснулись команды, где берут легионеров, если нужен сиюминутный результат, да, может, я согласен. Может, давайте усилимся, возьмем легионеров, раз-два выиграем. Что мы будем делать через три года? Легионеры уедут и все. Вот и все. А молодежь посмотрит. Абсолютно нет. Вы хотите легионеров, вот и играете. Это первое. А второе, из кого мы будем формировать сборную? Из легионеров? Нет. Нам нужны свои игроки. Мы же должны выступать не только на чемпионате Украины. То есть мы должны показывать какие-то... Мы не сможем показывать результаты, если у нас будут одни легионеры. Возьмите футбол. Ну, это хорошо, да, мы на клубном уровне чего-то. Где-то выходим. Шахтер, Динамо, Киев, что-то. Давайте соберем сборную. Ситуация похуже. Поэтому, ну, мнение у меня такое же было. Ну, просто хотелось тоже услышать уже как официального лица. Честно, решение неадекватное. Вот для меня решение абсолютно неадекватное. Ну, вот то же самое со многими тренерами. С кем-то не разговаривал. Кто и вообще к сборной никакого отношения не имеет ни к министерству. Но люди не понимают, ну как можно. Командные спорты, причем даже до сегодняшнего дня, водное поло, это единственный мужской командный спорты, который брал участие в Олимпийских играх за всю историю Украины. Никто, ни баскетбол, ни волейбол. При гигантском финансировании, там залы есть, там поля есть. Но никто на Олимпийских играх... Переводить, ну это нонсенс. В принципе, об этом нужно и говорить, и писать, наверное, этот вопрос нужно поднимать. Этот вопрос так оставлять нельзя. Я думаю, что нужно постоянно это обязанность и всех президентов местных федераций. Естественно. И Львова, и Харькова, и Днепропетровска, и Мариуполя. Вот этот вопрос поднимать. Поднимать? Я только поддерживаю. Наверное, делать какие-то коллективные письма. Какое соединение какое-то коллективное. Согласен. Здесь нельзя вот так оставлять. Иначе нас вообще перейдут в какие-то категории. Однозначно. Вообще какие-то неолимпийские виды спорта. Тогда его финансирование просто прикупится. Но если водное поло неолимпийское, то какой вид спорта олимпийский? Конечно. Причем это первый вид спорта командный, который вообще на Олимпийских играх в 1904 году уже был в программе Олимпийских играх. Поэтому так же вариации, я думаю, я не хочу сказать, что там люди некомпетентные, но, наверное, они слабо информированы о этом виде спорта. Поэтому надеемся, что все-таки они исправятся. Здоровый смысл восторжествует. Да, да. И последний такой вопрос. Сейчас у нас идет чемпионат. Конечно, к сожалению, не произошло уже без инцидента. Не к сожалению, а все-таки уже идут игры в онлайн-трансляции. Можно сказать, весь мир увидел тот инцидент, который произошел здесь, на третьем туре в Харькове. И мне кажется, не очень вот это решение исполнительного комитета федерации водного пола, которое приняло дисклификацию в два тура, побудило команду Харькова принять такое решение. Ну, к определенным действиям, да, потому что на это нужно реагировать. Как вы на это, что вы скажете? Буквально так, вкратце. Вы знаете, сейчас же в федерацию написано, типа протеста подавали. То есть, ну, скажем так, наше видение. Наше видение этой ситуации. Я думаю, там должны это все-таки пересмотреть. Решение принято на наш взгляд абсолютно неадекватное, неправильное. Вот лично мое мнение, в принципе, вы знаете, мы все люди, мы все попадаем в ситуацию, все. Самое главное, как мы из них выходим. Попасть можете и вы, и я в любую ситуацию. Давайте из нее нужно правильно выйти. Здесь же никто не хотел там ни крови, ни то, что там чего-то. Конечно, если бы человек, тот же Алексей, адекватно это все сам на себя понял, это бы все тихо, мирно и закончилось. Ну и самое страшное, то, что я вижу, нельзя создавать прецедент. Если можно вот так, значит, завтра можно попробовать еще что-то, еще что-то хуже. То есть, не только плюнуть, ударить, а еще что-то, и не только нецензурно выражаться. Это нонсенс, то есть здесь, в принципе, нужно наказывать, а наказывать строго, чтобы больше этого не повторялось. Это лично мое мнение. Поэтому этого нужно добиться, мы этого всячески будем добиваться. Тоже согласен, потому что и как судья, и как игрок, я знаю, что такое, там Дмитрий обиделся, ему показалась какая-то несправедливость. Я ему как-то и сам с ним разговаривал, и говорю, Дима, ну, как раз сейчас такая ситуация стабилизировалась. Вот этот мир такой хрупкий, что судьи как раз никому никто не подслужит. Ну, может, микросимпатия навсегда есть, это человеческий фактор. Даже ошибка может быть со стороны судей, может быть ошибка. Ошибка может быть, но это не дает любому игроку право вот так выходить за рамки кордона. Но однозначно решение Федерации, потому что почему так много говорим, казалось бы, уже столько времени прошло, мы все говорим, потому что реально это прецедент, потому что за такое нарушение, вот говорил с Костандой, он судья международной категории, правила все еще и на английском языке, там изучал, он говорит, это от года до трех, это так еще. Да, но минимум от года, даже не рассматриваясь за это, конечно, два тура, а по сути дела это не два тура, а две игры, которые ничего Львова не решают, но не лучшим образом, мне кажется, вот это само... Сам подход. Сам подход, да. А главное, что это дает прецедент, когда-нибудь... Абсолютно верно, вот, вот это самое страшное, это прецедент. Если можно и на два тура, послушайте, ну почему этого не делать, кто-то еще выйдет из себя, кто-то, ну, это не наказание. А цена вопроса будет 7 тысячи гривень и... И два тура. Но зато можно будет на весь мир прославиться, потягать судью, послать перед камерой, там, нецензурно, там... А это все, оказывается, такой красивый спектакль, по сути, за небольшой штаб. За небольшие деньги, да, образно говоря. Будем надеяться, что все-таки федерация и ФВПУ услышат. Ну, хотелось бы. Хотелось бы. Хотелось бы справедливого решения. Хотелось бы справедливого решения и хотелось бы, чтобы, в принципе, игроки и тренеры поняли, что, в принципе, так вести себя нельзя. Нельзя. Непозволительно. Потому что такие моменты, они, конечно, у нас, водное поло сразу идет на два шага назад. Нет интересных игр. Игроки обижены, тренера обижены, зрители не видят этого. Теряется зрелищность, вот даже последний тур, ну, пожалуйста, то есть Харьков выставил второй состав, но это теряется зрелищность. Люди же приходят посмотреть на игру, а не, то есть, ну, раз, на лидеров, конечно, конечно. Ну, вот здесь я, опять-таки, в Харькове тоже были прецеденты, но, честно, не потому, что там Колточихин, это харьковский тренер, но всегда было, что тренер уводил силой, оттаскивал, вот здесь, я же говорю, как выйти из ситуации? Ситуации есть, и у нас есть, когда игрок выходит, их можно понять, ребят тоже можно понять, где-то что-то, это эмоции. Но есть же старший тренер, который вовремя должен это как-то пресечь, и, ну, со стороны Львова этого же не было. Конечно, вот это... Вот в чем. Ну, вообще-то не Львовская тоже, будучи всю жизнь, там, много лет отыграл за команду Динамо, за детскую школу, я родился. И знаю, что это не наш метод, это не Львовский метод, вот так, особенно игрока, который нарушил правила, вот так, выгораживает. Нарушил, ничего страшного, никто его, он уже на следующий день мог бы играть спокойно. А вот этот прецедент, он, прежде всего, пятно на самоводное поло, потому что тут уже улицы попахивают такими 90-ми годами. Это уже не спорт был. Я как-то тоже приносил в пример, говорю, ну, вот на Олимпийских играх, особенно на последних, в Лондоне, польский судья, международная категория, сейчас он президент федерации, не засчитал гол там испанцам, вообще испанцам. Они забили за выход в полуфинал, на Олимпийских играх, вообще, для большинства людей один раз в жизни. И он не засчитал гол команде, которая должна бороться за выход в полуфинал. Все, ничего, а гол был, все там люди говорят, гол был. Ну, судью сняли, наказали, его сняли, он уехал домой, даже Олимпиаду не досмотрел. Но это... Команде от этого не легче. Не легче, но игрокам сборной Испании не развязал это руки. Никто же, да, никто же не велся. Хотя возмущались многие, я бы тоже, как ты говорил, на моих глазах, это за выход в финал, и это по молодежному счету Европы. То есть украли победу, да. Да, итальянцы забивают гол сербам. Гончаров сел на линии, зафиксировал гол, а два судья, словак и немец, не увидели его. Мяч вылетел от перекладины, на которой была ворота, и сербы поплыли и забили гол третий. Итальянцы писали протесты, но никто не вышел там разбираться с судью, хотя они тоже по сути дела... Здесь же цена вопроса другая. Да, да, да. Здесь же все-таки не чемпионат Украины, и не то, что там это что-то решающее совсем уже было. Конечно, конечно. Ну, тоже мы сошлись полностью во мнениях, все-таки будем надеяться, что таких инцидентов у нас больше не будет. Надо стараться, чтобы этого не было. И, наверное, Федерация должна принять правильное решение, и чтобы как можно быстрее вернуть водное поло в этот праздник. Даже сейчас по просмотрам, когда Сабажане, второй тур, мы в онлайне, за несколько дней больше полутора тысяч просмотров. И смотрят везде, и в Америке, и в интернете транслируем, и в Новозеландии, есть статистика, и в России много смотрят. Но это наш водный поло, и мы его должны популяризировать, но оно должно быть красивым. Красивым, естественно. Оно не должно отталкивать и не должно вызывать неприятных ощущений. Это должен быть праздник. Праздник, в первую очередь, это праздник. Мы все равно играем, то есть не только для себя, играем для зрителей. Вот это самое главное. Поэтому, да, вот это должны и спортсмены, должны помнить и понимать об этом. Ну, наверное, на этой праздничной ноте мы так и закончим, что водное поло – это праздник. И вам желаем на этой должности результатов, больших результатов, чтобы водное поло реально зажило новой жизнью. И мы вот тут увидели много турниров, много нового, чего позволит именно национальному даже нашему водному полу сделать большой шаг вперед. Ну, мы будем стараться. Вы, если заметили, в принципе, Харьков и так называют спортивной столицей. Да, там и есть. Благодаря нашему руководству у нас и велопробеги, и марафоны. Вот летом у нас будет проводиться чемпионат Европы по боксу, не в Киеве, не во Львове, не в Харькове. То есть Харьков действительно становится столицей, спортивной столицей Украины. Поэтому, ну, это, опять-таки, не просто так. И не без руководства, без поддержки, вы сами понимаете, этого произойти не может. Не может. Однозначно. То есть нельзя только одним энтузиазмом, одними спонсорами. Такие вещи провести нельзя такого уровня. Если не будет поддержки со стороны администрации, это невозможно. Это то же самое, как и для сборной поддержка со стороны министерства. Естественно. Естественно. Поэтому вот будем надеяться на то, что она, наша администрация, и так будет всячески нас поддерживать, помогать. Ну, а мы будем уже стараться показывать результаты. Вам большое спасибо. Вам успехов. С нами брали мы интервью у президента Федерации водного пола Харьковской области Игоря Николаевича Якушева. До свидания. Все, еще раз большое спасибо. Думал, такой пару вопросов-ответов, но так получилось. Ну, а мы экспромтом всегда. Ну, да, да. Я думаю, так даже лучше. Просто оно, да, тоже много всего. Вот действительно, я могу сказать.